На отделении «Художественная керамика» Диана Авдеева учится с 4 класса. Тогда Диана заинтересовалась этим направлением, потому что с детства увлекалась рисованием, лепкой, различными видами рукоделия, занимала призовые места на творческих конкурсах. Девушка успешно прошла вступительные испытания в детскую школу искусств. Лепка из глины – кропотливая и напряженная работа. Здесь нужно не только уметь придумать в фигуре определенные объемы и изгибы, но и подобрать цветовую гамму. Это очень кропотливая работа, потому что тебе может не нравиться вообще оттенок. Вот ты нарисовал, например, какой-то мазок на листе, потом сделал два мазка, и тебе не нравится вообще, и ты готов переделать всю работу досконально. Перед тем, как приступить к работе с глиной, изначально нужно продумать идею – нарисовать эскиз со всеми деталями, потом сделать его в цвете. Только после всех этих этапов можно приступить к лепке. На областном интернет-конкурсе произведений мастеров декоративно-прикладного искусства «Традиция и современность» Диана Авдеева стала лауреатом третьей степени в номинации «Традиционное декоративно-прикладное искусство». Ученица представила на конкурс панно «Древо жизни». Мы с моим учителем керамики Снежанной Славной изначально решили сделать в центре древо жизни, а после уже решили добавить к древу львов, чтобы, так сказать, они его охраняли. Вот. Сначала я хотела сделать изразец в гуаше, но после мы сошлись на мнение, что лучше его сделать в глазуре. Над панно Диана работала в течение трех месяцев, ведь изделие в глазуре нужно обжигать по несколько раз. Древо жизни она выполнила в традиционном стиле изразца с соблюдением технологии и тематики. Мы не берем и не лепим настоящий изразец, мы делаем под изразец. Чем же он отличается от настоящего изразец и декоративного изразец? Это отличается подушкой, которая крепится на печку. Эту подушечку воздушную мы не делаем, потому что это большинство похоже на кирпичик. Ну, она у нас несет утилитарное применение, а все детские работы должны где-то участвовать в конкурсах, висеть на выставках на каких-то или украшать нашу школьную территорию. Поэтому мы делаем под изразец, убирая лишние детали. Работа Дианы Авдеевой украшает выставку в фестивале керамики «Живая глина», которая проходит в детской школе искусств номер 2 в здании ОБЦ. Посмотреть экспозицию можно до 14 декабря, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.